Электронные облака Электронные оболочки Электронные облака Электронные облака Электронные облака Однако многочисленные опыты показали, что углерод в соединениях часто образует четыре равноценных связи, расположенных в пространстве, как эти воздушные шары. Оказалось, что связи эти направлены к вершинам тетраэдра. Такое явление можно объяснить, используя гипотезу о гибридизации электронных облаков. При возбуждении атома один из два С-электронов переходит на свободное 2П-облако. И тогда предполагается пространственная перестройка электронных облаков. Если в перестройке участвует один С и три П-электрона, то говорят об СП-3 гибридизации. Ковалентную связь между такими атомами можно представить, как перекрывание их гибридных облаков. Атомы углерода, соединяясь между собой в СП-3 гибридном состоянии, образуют кристаллическую решетку алмаза. Пространственная равноценность и прочность сигма-связи в алмазе определяет его исключительную твердость. Хотя связи в алмазе направлены к вершинам тетраэдра, его решетка имеет кубическую симметрию. В шкале твердости алмаз занимает первое место. Ограненный алмаз называют бриллиантом. Эти шедевры из сокровищницы алмазного фонда СССР. Возможно и другие формы гибридизации. Например, СП-2. Если в перестройке участвуют не три, а только два П-электрона, то гибридные облака располагаются симметрично в плоскости, а не затронутые гибридизацией П-облако перпендикулярно этой плоскости. Атомы углерода при СП-2 гибридизации образуют между собой двойную связь. Прочную Сигма-связь и менее прочную Пи-связь. При такой гибридизации образуется кристаллическая решетка графита. В нем связь между атомами, лежащими в одной плоскости, даже прочнее, чем в алмазе. Но между слоями связь непрочна. Наличие подвижных электронов объясняет электропроводность графита. Кристаллическая решетка графита имеет гексагональную асимметрию. Графит производится в блоках или в порошке. Простая машина трения. Слои графита легко смещаются относительно друг друга. Поэтому графит используется в качестве твердой смазки. Сравним электропроводность алмаза и графита. Образцы на металлической пластинке, подключенной к источнику тока. Алмаз-изолятор, графит-проводник. Графит устойчив при высоких температурах. Из него делают электроды для электродуговых приборов и электропечей. Структура сажи под оптическим микроскопом представляется аморфной. Но с помощью электронной микроскопии в частицах сажи удалось обнаружить элементы структуры графита. Алмаз и графит – аллотропические модификации одного и того же элемента. Поэтому возможно их взаимное превращение. И вот алмаз из графита. Специальный контейнер заполняется смесью графита и катализатора. Большой экспериментальный пресс в лаборатории Института сверхтвердых материалов Академии наук Украинской СССР. Разработанная здесь технология получения искусственных алмазов – одно из ярких достижений отечественной науки и техники. Контейнер помещается в систему, создающую равномерное сжатие со всех сторон. Сначала повышается давление до 60 тысяч атмосфер. Затем начинается нагрев. Температура – 1300 градусов. Прошло полчаса. Происходит перестройка кристаллической решетки графита. Графит превратился в алмаз. Обратите внимание на то, как сжался контейнер. Алмазы вкраплены в графит. А теперь – графит из алмаза. Понятно, что этот опыт имеет только теоретическое значение. Процесс протекает при высокой температуре. Алмаз помещает в вакуумную печь. Подумайте, почему нельзя нагревать алмаз в атмосфере воздуха. Через 5-6 часов кристаллическая решетка алмаза перестроилась в решетку графита. Образцы утратили твердость, свойственную алмазу. Первая мировая война. Академик Зелинский рассказывал. В русской армии появился первый в мире угольный противогаз. Я изобрел его не для нападения, а для защиты миллионов молодых жизней от страданий и смерти. В противогазе Зелинского использовался активированный уголь – универсальный поглотитель. Древесный уголь, как известно, получают при нагревании древесины без доступа воздуха. При этом выделяется горючий газ и жидкие продукты реакции. Древесный уголь, как известно, получают при нагревании древесины без доступа воздуха. Такой уголь содержит мелкие кристаллики графита. Однако в порах угля остаются еще смолистые вещества, которые можно удалить водяным паром. Этот процесс называется активацией. Дай поры. Благодаря своей пористой микроструктуре поверхность каждого грамма активированного угля, то есть его удельная поверхность, исключительно велика – сотни квадратных метров. Увеличение поверхности повышает поглотительную способность твердого вещества. Способность к адсорбции. Активированный уголь – отличный адсорбент. А в этом опыте активированный уголь адсорбирует воздух. Это пример адсорбции газа. Активированный уголь. Адсорбция нашла широкое применение как в промышленности, так и в лабораторной практике. Центральное положение углерода во втором периоде таблицы Менделеева определяет его склонность к образованию ковалентных связей и в первую очередь с водородом. Атом углерода может образовать четыре равноценных связи с водородом. Это метан, главная составная часть природного газа. В этой реакции степень окисления углерода становится максимальной. Чему же она равна? При недостатке кислорода происходит неполное сгорание метана. Образуется сажа. Этот процесс лежит в основе ее заводского получения. Сажа – важное промышленное сырье. Например, оно служит наполнителем в производстве резины. Черный цвет автомобильных покрышек связан с большим содержанием сажи в резине. При пропускании над раскаленным углем избытка воздуха образуется углекислый газ. Полное окисление углерода – это процесс, лежащий в основе почти всей современной энергетики. Если же над раскаленным углем пропускать меньшее количество воздуха, то образовавшийся диоксид углерода восстанавливается углем до монооксида. Эти процессы лежат в основе работы газогенераторов. Монооксид углерода – восстановитель. Раствор хлорида палладия темнеет. Выделяется металлический палладий. Как изменяются степени окисления палладия и углерода? Монооксид углерода – яд. Недаром его называют угарным газом. При быстром расширении углекислый газ охлаждается настолько, что переходит в твердое состояние. Так получают сухой лед. При обычных условиях сухой лед превращается в газ. Минуя жидкое состояние. Такой процесс называется возгонкой или сублимацией. Неполярные молекулы диоксида углерода в кристалле связаны между собой только слабыми силами межмолекулярного притяжения. В чашке магниевая стружка. В атмосфере углекислого газа магний горит. Это происходит потому, что оксид магния – более прочное соединение, чем диоксид углерода. Сотни миллионов лет растительный мир, используя энергию Солнца, расщеплял углекислый газ атмосферы. Были накоплены, казалось бы, неисчерпаемые кладовые углероды, ставшего для человека важнейшим источником энергии. Но наступил век технической революции, и запасы этих кладовых начали заметно истощаться. Пока только растения знают секрет образования органических веществ из углекислого газа и воды. Перед наукой стоит задача проникнуть в тайны фотосинтеза. Управлять фотосинтезом – значит управлять плодородием. Вместе с тем, человек должен научиться использовать для синтеза органических веществ углекислый газ, который современная цивилизация выбрасывает в атмосферу во всевозрастающих масштабах.